Через несколько дней, к 15 ноября, в Латвии должен завершиться снос советских монументов, попавших под действие закона, запрещающего памятники, прославляющие советские или нацистские режимы. После вторжения России в Украину, латвийские власти приостановили действие соглашения с Москвой об охране памятников советским воинам, а в июне приняли закон, фактически требующий снести некоторые из них. Русскоязычные жители страны выступают против демонтажа. Команда Евроньюс отправилась в Латвию, чтобы выслушать все точки зрения. В Даугавпил все местные власти, как могли, сопротивлялись решению о сносе, обратившись в том числе в Комитет по правам человека ООН. Воин есть воин. И война расставила свои точки над «и». И как получилось, так получилось. Но памятник, он здесь был установлен. Он был установлен в благодарность кому-то. Если возвращаться в историю, чьи территории были, это большие дискуссии, и об этом можно говорить долгое время. Но, на мой взгляд, снося памятники, мы стираем историю. В столице страны Риги ситуация иная. Там местные власти в течение последних месяцев безо всяких колебаний сносили последние советские памятники. В конце августа в Риге уничтожили монумент воинам-освободителям в Парке Победы, включая 79-метровую стелу. Власти столицы утверждают, что фактически это была инициатива горожан. Значительная часть граждан Латвии считает советские памятники символами оккупации. Первой мыслью было переименовать его или придать ему другое значение. Но получилось так, что люди начали собирать деньги на эту инициативу, чтобы снести монумент. И эти пожертвования покрыли все расходы на снос. При этом власти страны заявляют, что снос не коснется памятников на кладбищах и над отдельными захоронениями солдат, а монументы, которые будут признаны культурной ценностью, или оставят, или перенесут в музей оккупации в Риге. Полная версия репортажей из Латвии выйдет в эфир в четверг в 21.45 по центральноевропейскому времени.